Всем привет! С вами тесты в лаборатории Aldi Computers и я Владимир Смирнов. Сегодня мы продолжаем серию тестов планшетов на операционной системе Windows 8. На очереди устройства от компании Asus. Как и на протестированных ранее устройствах, здесь установлена полноценная операционная система, но вот цена значительно ниже большинства конкурентов. Выясним почему. Комплект поставки. Блок питания с выходом USB. Кабель microUSB для зарядки и синхронизации с компьютером, тряпочка для протирки экрана, сам планшет и набор инструкций. Внешний вид. Задняя панель. Здесь расположена 8-мегапиксельная камера и вспышка к ней, а также отверстие для двух встроенных стереодинамиков. На верхнем торце отходится отверстие встроенного микрофона и кнопка включения-выключения и блокировки аппарата. На левом торце расположена под заглушкой микро-HDMI разъем. Далее заглушка катридера для карточек памяти стандарта microSD и разъем microUSB. На правом торце находится разъем для подключения наушников, кнопка регулировки громкости и второй микрофон. Передняя панель. Здесь расположена еще одна камера с разрешением 2 мегапикселя, датчик освещенности. Ниже экран с диагональю 10,1 дюйм разрешением 1366х768. Матрица выполнена по технологии IPS. Габариты устройства. 262,5х171х9,7 мм. Вес совсем небольшой, 580 грамм. Технические характеристики. Процессор. Двуядерный Intel Atom Z2760 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Оперативная память. 2 ГБ стандарта DDR2 с штатной тактовой частотой 800 МГц. Жесткий диск, твердотельный, объемом 64 ГБ. Видеокарта интегрированная SGX545. Беспроводные интерфейсы. Wi-Fi, Bluetooth версии 4.0, NFC. Аккумулятор. Две литий-ионные батареи мощностью 25 Вт-часов каждая. Операционная система. 32-разрядная Windows 8 Single Language. Перейдем к тестированию. Для начала оценка самой системы, и она оценила производительность планшета в 3,2 балла, поставив минимальный балл за производительность трехмерной графики и игр. Синтетический тест производительности системы Sinebench R11 5 поставил системе 0,56 балла. Однопоточный процессорный тест SuperPi32M завершился за 1 час 10 минут в 36,377 тысячных секунды. Тест, встроенный в архиватор WinRAR 4.2, определил скорость архивации в 615 килобайт в секунду. Синтетический тест AIDA64. Вот таблица с его результатами. Тест времени автономной работы. Для этого мы выключаем все беспроводные интерфейсы, ставим яркость экрана в среднее положение и запускаем фильм. В таком режиме планшет продержался 7 часов. Тут нужно отметить, что динамик у планшета очень слабый. А вот примеры фото и видео, снятые на этот планшет. Оригиналы вы можете скачать по ссылке, указанной в описании к этому ролику. Подведем итоги. Сначала недостатки. Главный из них, это, конечно, отсутствие порта USB. К тому же не хватает кнопки блокировки поворота экрана. Из плюсов можно отметить полноценную операционную систему Windows 8, хотя и 32-разрядную. И невысокую по сравнению с конкурентами цену. До свидания.